В России началась охота на ведьм. На этот раз Кремль решил найти и наказать виновников многочисленных провальных спецопераций, связанных с Украиной. Первыми в СИЗО Лефортова отправили работников ФСБ, однако их оказалось так много, что СИЗО начали разгружать от обычных заключенных. Об этом пишет «Можем объяснить» со ссылкой на источник в юридических кругах. После начала спецопераций в СИЗО Лефортова появилось много новых заключенных, сотрудников контрразведки. Однако из-за переполненности тюрьмы многих заключенных по профильным террористическим статьям переводят в другие следственные изоляторы. Освобождают камеры и в матросской тишине, известной как Кремлевский Централ, ходят слухи, что здесь ждут неких статусных заключенных. К слову, Леонид Невзлин сообщал об аресте высокопоставленных силовиков, ответственных за провалы в спецоперации, а также о домашнем аресте Владислава Суркова. Острый на язык Сурков, к слову, не опровергал информацию и не появлялся на публике в последние несколько месяцев. Также диктатор России Владимир Путин начал очередной виток чисток в армии на фоне продолжающейся войны в Украине. После взрывов на аэродроме вблизи Новофёдоровки в оккупированном Крыму снят с должности командующий Черноморского флота РФ адмирал Игорь Осипов. Как сообщают российские телеграм-каналы, место Осипова занял вице-адмирал Виктор Соколов. По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, отстранение Осипова является еще одним доказательством катастрофических последствий взрывов на аэродроме. В Новофёдоровке, где базировалась главная ударная сила ЧФРФ – 43-й морской штурмовой полк. Фактически 43-й полк разгромлен, уничтожена примерно половина боеспособных самолётов и большая часть также очень дорогого боекомплекта. Нанесён тяжёлый урон инфраструктуре авиабазы, однако Минобороны РФ никаких потерь не признала вообще. А данные космических снимков российские власти попросту не комментируют и делают вид, что ничего не произошло. Хотя весь мир говорит об успешной и результативной атаке украинцев на российскую авиабазу. Российская пропаганда молчит и пытается отвлечь внимание какими-нибудь другими информационными поводами. Кремль демонстрирует абсолютную беспомощность и проигрыш информационной войны. Молчит и Путин, и его спикер Песков. А как объяснить, каким образом вписывается в заявление руководителя РФ, что спецоперация идёт по заранее утверждённому плану, пишет журналист на своей странице в Facebook. А вот по мнению политехнолога Михаила Шейтельмана, представители российского олигархата и высшие чины спецслужб РФ начали с Западом переговоры, после которых возможен дворцовый переворот в Кремле. Анализируя нынешнюю ситуацию в РФ, Шейтельман отметил, что пока Украина ведёт войну на выживание, для окружения Путина эта война является вопросом финансов и возможности красиво жить на Западе, поэтому среди российского олигархата и спецслужб РФ есть люди, которые уже ведут переговоры об окончании войны. До встречи! Глядачи, вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мы сила! Субтитры создавал DimaTorzok